Девушки отдыхают Девушки отдыхают Все прочее кажется старомодным Представляем Ультрабук Вдохновлен Интел Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сумму равную альфе основных средств За позапрошлый отчетный период Это позволяет Отдохнуть не покидая работы Онлайн шутер Point Blank Разлетись Девушки отдыхают 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 Продолжение следует... Ну что же, всем еще раз привет! Маленькая пауза у нас закончилась И начинаем мы, собственно, смотреть за играми Правда, игра конкретно еще не началась Начнется она буквально с секунды на секунду Последний из игроков Virtus.pro сейчас заходит уже в матч Мы же с вами пока посмотрим на статистики И посмотрим на турнирную таблицу Которая на данный момент у нас сформировалась в третьем сезоне Star Series Итак, на данный момент, я думаю, вы, в принципе, это все помните Но все равно я вам расскажу, что тут у нас происходит Команда Moscow Five Шесть побед в шести матчах И М5 пока идут непобежденными М5 действительно играет пока очень хорошо Если сегодня будет седьмая победа Это уже практически полсезона за спиной и без поражений Так что действительно, действительно неплохой результат Empire делят с квантиками место второе Мы видим, что от 3-0-1 на 3-0-1 я говорю Потому что у нас все-таки ничти заложены в турниру таблицы Но их, конечно же, в Star Series быть не может Могут быть они у нас в Pro Series, когда ребята играют в Best of 2 Именно поэтому эта графа у нас здесь присутствует Но в Star Series, вы знаете, все в Best of 1 Так, три победы и одно поражение у команды Empire У квантиков точно так же три победы и одно поражение Поражение это вчера было как раз в матче против команды Virtus.pro Вы это помните Ну и вот четвертый Virtus.pro Так что сегодня у нас в первом матче сыграют команды Которые занимают первое и четвертое место Virtus.pro пока сыграли 5 матчей Три игры выиграли, одну игру проиграли И сейчас есть у них шанс выйти на второе На чистое второе место Обогнать Empire и Квантик Набрать 12 очков Если они, конечно, переиграют им 5 Плюс к тому же нанести первое поражение Команде Moscow 5 Дальше у нас идут американцы из ЕГЭ Которые тоже пока не проиграли ни одного матча Две игры они сыграли, две выиграли Напомню, выиграли не у Mausports и у команды Baron von Munchausen И ЕГЭ пока показывает действительно очень классную игру CLG CLG сыграли три матча в один день Это было позавчера, вы помните эти игры В день рождения пайката играли парни И начали они ни шатка ни валка Потому что проиграли у M5 Дальше дважды они выиграли Team Harkiv и Copenhagen Wolf сыграли пока по две игры Одну выиграли, одну проиграли Так что делят они седьмое место Ну и сегодня ни та, ни та, ни другая команда играть не будет Завтра будет Team Harkiv играть два матча против CLG и против ЕГЭ Очень сложный день для артстайла и компании Ну посмотрим, посмотрим Как завтра будет все получаться Ну к тому же, насколько я знаю Что команда ЕГЭ на завтра Планирует использовать два своих вайлкарда Чтобы перенести завтрашние игры Ну а это еще не факт Следите опять-таки за апдейтами на нашем сайте StarLadderTV Девятое место Девятое место Нижнюю часть турнира таблицы открывает команда NextKZ Которая однажды выиграла И еще два раза проиграла Пока у казахов не совсем получается переход на Доту 2 Прямо у Исхона И надеется, что рано или поздно Они Все-таки соберутся И попытаются побороться хотя бы за топ-восьмерку Потому что вы знаете, что два предыдущих сезона NextKZ боролись у нас За выживание в старой серии Посмотрим, как будет сейчас В одном из сезонов Они, кстати, вообще играли переходные матчи Десятые Фнатики Фнатики пока сыграли пять игр И очень-очень неудачно Только один раз они смогли выиграть Как раз у БВМ Четырежды проиграли Ну и тут Фнатикам мы понимаем, что Сезон будет очень сложный Остальные команды Остальные шесть команд пока очков не набирали Но в отличие от, например, Na'Vi и Team Y Которые еще не сыграли ни одного матча Ну и, собственно, занимают 11-12 место Na'Vi сегодня первые две игры сыграет Напомню еще раз против Empire Quantic Остальные команды уже проигрывали Дарьер и Маус проигрывали дважды Маус проигрывали у ЕГЭ и у Копенгаген Вулфс Свои игры Вчера Маус играли с Копенгаген Вулфс и Гегене Играли в 11 первых дней Ну и закрывает турнирную таблицу Барон Вун Мюнхгаузен и Зерет Рай Команды пока не очень, я бы сказал Удачно стартовавшие в лиге Ну что же, нас же ждет сейчас игра Virtus.pro против Moscow 5 Извините, у нас проблема с логотипом Virtus.pro Маленькая Я тут начудил немного Вернем, вернем его завтра Итак, ВП против Moscow 5 Еще раз напомню, четвертое против первого места Напомню вам составы команд КСА Сергей Кузин, ДНС Ярослав Кузнецов, конечно же, Крейзи Олег Колесниченко, Сант Александр Колтон и Илья Певцаев Или Иллидан в составе Virtus.pro Продмихом 5 Бенкио Конечно же, в роли капитана играет Булзай, Эли Соло Александр Березин Дред Андрей Голубев, Седой Вадим Мусорин Илья Другов Стлиайнер И Игорь Лисаковский Это Nexus Команда М5 Пока идет без поражений И посмотрим Как сыграют они сегодня Я же вам также напомню Что, как всегда Абсолютно как всегда Каждый день У нас на матче Вы можете проголосовать За победителя Или за того Кого вы считаете Станет победителем матча В наших соцсетях Вот нет Вот это вот Неправильно А вот я вам сейчас Дам правильную статистику Того Как проголосовали Как вы проголосовали Кто вы считаете Станет победителем Потому что стата Очень-очень интересная Вот вы видите На ваших экранах Прямо сейчас 77% Проголосовавших На нашем фейсбуке И вконтакте Facebook.com Слэш-дота-SLTV Напомню еще раз И вк-ком Слэш-дота-Старладер 77% считает Что выиграют MoscowFive Вот такие пирожки MoscowFive действительно Своими матчами В первых 4 игровых дня Доказали Что они могут Многое И вот сейчас Virtus.pro ждет Очень-очень-очень Тяжелый поединок Игру эту для вас Буду комментировать Я, Вилат Ну и вы видите Что мы уже почти готовы Игра начнется Вот-вот-вот И Уже Десятиминутное Опоздание Имеет команда Virtus.pro За что Уже наказывается Пенальти левел 2 То есть 50 секунд Бонус тайма Они уже потеряли До этого Абсолютно во всех матчах Вовремя Появлялись ВП Да и В принципе 4 игрока Команды Virtus.pro Зашли за полчаса До матча Проблемы Проблемы какие-то У Крэйзи Пока его нету В игре Ну я надеюсь Что вот сейчас Он уже зайдет Потому что писали Что он только-только Забежал домой Где-то там он задержался В пробке Или где-то там еще И начнется Начнется этот матч Тоби Подтраливает Немного меня Ну что Ждем Остается нам только подождать Когда зайдет Крэйзи И начнется Рубилов Напомню еще раз Что монетку Монетку выиграли Виртус.pro Они выбрали Фрестпик Причем По поводу монетки Интересовались Ребята Сегодня еще заранее Так что Очень интересно Что же они там Напланировали Такого Сообщают мне Что еще раз Нет дилея Да кстати был На сегодня разговор И с командой И с И с игроками Команды Виртус.pro И с менеджментом Команды По поводу дилея И сказали Что никогда Собственно На Старладдере Уже третий сезон Мы не ставим дилей То есть у нас все идет В прямом эфире В лайве То есть вы видите Буквально с задержкой В две секунды То что происходит В игре И в первую очередь Рассчитано это на то Что если ребята Будут как-то там Не знаю Смотреть стрим И так далее То на лане Им это сыграет Явно не на руку Поэтому Что еще могу сказать Лучше играть В онлайне Точно так же Как ты играешь На лане Ну что 13 И уже 14 минут Опоздания Команды Виртус.pro И еще буквально Еще буквально Одна минута И будет уже Третий уровень штрафа То есть 19 секунд Так что ждем Остается нам только Дождаться Когда зайдет Крэйзи в игру Хотя игроки пишут Что вот-вот он будет И начнется игра Все будет хорошо Неспичи Что ж ты раньше Не предупредил Что Крэйзи Не придет Я же не знал Да Уже Виртус.pro Потеряли Довольно много За счет того Что один из их игроков Опаздывает Но Бывает и такое Может человек В пробку попал В пятницу вечером По дороге С работы Или что-то Типа того Кто его знает Нам же остается Только ждать Не без дилея 4 дня Прошло Стар серии Все Ни в одной Ни в одной игре У нас Не было дилея Вот такого Уже 15-минутного То есть Все начиналось Вовремя Ну Понимаете Не всегда Все будет идеально И рано или поздно Что-то произойдет Но я так понимаю Что в Виртус.pro Придется юзать Может быть Даже и стендинга На этот матч Если они не хотят Получить дефвин Потому что Уже они получили Минус 90 секунд Бонус тайма Что в принципе Очень-очень существенно Понимаете Очень сильно влияет На пик Потому что По сути У вас нет вообще Бонус тайма В то время Как у соперника Есть целых полторы минуты Ты не можешь Взять себе Дополнительное Какое-то там время Для того чтобы подумать И получается Такие ситуации Как у Нави В гранд финале Когда оставалось 5 секунд И они не знали Что взять И они не знали Что сделать И так далее И они не знали И они не знали Да, но мы видим у Virtus.pro все-таки Так и не появился крэзи И вот сейчас уже NS начинает искать Стендинга, где-то надо найти кого-то Не со Star Series опять-таки Мы понимаем, да, что найти со Star Series Это вообще не проблема Потому что там и Smile, и Dendy Поехали, все нормально Nexus тут уже потраливает Virtus.pro Берите альбу или скрина Опыта на всех хватит Ну сейчас мы дождемся Кого же Virtus.pro возьмут стендингом И вы знаете Сразу все меняется Сразу все действительно меняется И команда Virtus.pro, которая теряет Бонус тайм при пике Команда Virtus.pro, которая вынуждена играть со стендингом Это уже совершенно не то То есть мы понимаем, да, что в любом случае все равно Как-то будут линии по-другому поставлены Не так, как это у нас выглядит всегда Ну понятное дело, что пойдет фармить Или дан, что пойдет в сложную Санта А вот может быть и нет Вот теперь придется, наверное, что-то придумывать Кому идти в мид в отсутствие крэйзи и так далее Вот заходит стендинг, пишет CSI Так что игра у нас начнется вот-вот-вот Мы ставим же penalty level 3 За опоздание на уже 18 минут Все-таки не будет стендин Вот видите, то, что я говорил Много разговаривали Ну наконец-то кто-то зашел А не, это сага зашел Это зашел наш англоязычный Наш немецкий комментатор Хе-хе-хе-хе Хе-хе Ну наконец-то Наконец-то приходит у нас последний игрок Иииииии Поехали Поехали Начинается у нас Dota Извините за задержку Видите, были какие-то проблемы У игрока команды Virtus.pro Но вот сейчас все уже хорошо Итак, начинаем мы смотреть Сегодняшний первый матч Сегодняшнего дня Virtus.pro против Moscow Five Рубилова Поехала Но, опять-таки, напоминаю, что 90 секунд штрафа в бонус тайме получают парни из команды ВП. Это довольно существенно. Хватит ли им времени, чтобы правильно все, грубо говоря, пикнуть, чтобы не делать ошибок? Посмотрим. Грейзи еще и последний в игру грузится, как вы видите. Грейзи еще и последний в игру грузится. Грейзи этого действительно не хватает. Многосирена и Энигма. И вот видите, сразу время на вас давит. Виртус Про. Прикольно, когда мало времени на пик. Ничего не скажешь. Но Дисраптор Ферст Бан против ВНС это круто. Ой-ой-ой, вы смотрите, как долго думает ВП. Морфлинг, Сэнд Кинг. Ну, Дредд на Энигме. Возможно, возможно, Дредд действительно будет на Энигме. Да, и 10 секунд на 2 пика осталось в Виртус Про. Должны они заранее знать. А еще ж баны, извините. Еще ж баны. Вот видите, все-таки, что не говорить, а вот это вот наказание бонус таймом, оно действительно довольно серьезное. 10 секунд remained. 5 секунд remaining. Смитрий из двух минут. 10 секунд. Ну, вы видите, пользуется, пользуется своим преимуществом парни из команды Moscow Five. Есть время, почему бы не подумать. Тайдхантер, ну и баны. А ну тут, видите, на бан времени много, можно думать. Миномантер улетел, бан. Ну и вот сейчас, когда имеется этих 40 секунд на бан, действительно нужно за это время не думать над баном, а нужно над тем, что будет пикать дальше парни. Ну, в принципе, вы знаете, Moscow Five сейчас забрали опять комбу. Ну, виномантер забанят, забанят ли Квапу КСА, чтобы вообще, да, тяжело было все за раз. Нет, это Operation тоже, кстати, неплохой бан. Ну и там будут забирать Квапу Moscow Five. Нет, они сейчас забанят, потом Virtus.pro будет пик. Понятно, что опять у нас будет такая же игра, как была в игре между командами Virtus.pro и Empire. Virtus.pro тоже отдали Империи абсолютно такой пик, но там был еще виномантер вместе с Квапой. И не смогли, вот против этой комбы, да, когда Сон, Рэвидж, Блэк Холл и так далее. Пришел Романыч, у которого... Ну, мальчик, естественно. Мальчик родился сегодня, поздравляем Каспера. Что я могу сказать? Поздравляю, дай пятак. Давно родился? В 5 часов вечер, час назад? Ну что, Дота Мир, радуемся, у нас новый Дотер появился. Мужик тут, ох, пошло. Ну, Moscow Five Virtus.pro становится сразу неважным событием. Так же, как и следующие все матчи. Ну, мы по это дело будем их комментировать. Ты там иди цепляй Матрикса, он... А, все, ты их уже зацепил. Я уже жалею, блин, что мне сегодня уезжать вечером надо. Ну, да ладно. Да ладно, пока. Ладно, я не буду отвлекаться. Еще раз поздравляем Каспера, мы его везде еще поздравим. И сегодня мы, конечно же... Я надеюсь, каждый из вас сегодня дома у себя подымет маленький стаканчик за здоровье молодого, так сказать. Молодого будущего Дотера. Конечно. Бисмастер и Виндрандер и Virtus.pro забрали. И мы сейчас начнем смотреть игру. Вижу, взорвался просто чат. Назвали Каспер младший. Человек пишет... Ребята, это нормально, что я как идиот радуюсь за Каспера, пишет кто-то здесь в чате. Конечно же, это нормально. Конечно же, это нормально. Что, Queen of Pain, последний пик, это будет Фурион от команды Moscow Five. И остается нам только дождаться начала игры. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, а мы начинаем смотреть Доту. Итак, еще раз напомню, что Virtus.pro против Moscow Five. Пятый игровой день Star Series. Поехали. Поехали смотреть. Так, тут пенечки, конечно, не спалят никого. И какой заход! Сразу должны копать Сталиайнера! КСА, ну ты ж мог доставать! Ой, лол, он мог его здесь достать. Почему же он не копнул? Он однозначно доставал здесь Сталиайнера и... Что это вы? Смотрите, о, обрыв-то пошел! Дредд решил подраться! NS танк по Дредду! Здесь же Морф! Дредда связали! Очень хорошо! Дредд пытается уйти в форс-классе командой Virtus.pro! Здесь же Enigma! Сразу же размен один на один! Какое мессиво пошло на первой же секунде! Nexus тоже умирает! NS тоже, скорее всего, умрет! Не успел, она останется уже два в два размен! Но погоня дальше за Сантой! Санта тоже отправится в таверну! Скорее всего, Санта отъедается! Санта пытается уйти! Морф здесь отстопил! Тайдриф! Морф за Сталиаймером! Санта живет! Но нет, не живет! Потому что здесь уже Дредд, который пришел с таверны! Это Дредд, два драка в пользу М5! И еще Гарс залетает сюда в Морфа! Вы смотрите, а Драк это продолжится! Соло будет стопить здесь Морфа! Да, и у него это получается! Но, я думаю, не стоит здесь уже М5 добивать его! Вот это огонь! Вот это начало матча, что я вам хочу сказать! Дредд, конечно, просто... Я не знаю, сразу, типа... Ну вот, казалось бы, вы видите, что здесь 5 игроков команды Virtus.pro! Бери и расходите, но Дредд в атаку! 1-1-1 стат у Дредда, у Нексуса 0-1-2! Кто у нас там поубивал? Еще и Куру убивают! Еще и Куру убивает Virtus.pro! Что это такое вообще? Что это за игра? Так, с первой же секунды начинается бешеный мега-супер-экшен! И... Посмотрим, чем это все закончится! Потому что пока... Пока, конечно, начало на 5 с плюсом! НС, КСМ пока у нас на топе вместе с Крейзи, который фармит на ВР-очке! Дредд из Бэк здесь соло и поддерживает Нексуса! Да, тут экшен на трипле будет, конечно, очень серьезный! В миде у нас Триайнер против Санты! Ну и снизу... Снизу Сидой будет стоять против Иллидана! Мы же наблюдаем, конечно, за основным экшеном здесь на трипле! Потому что самое интересное, самое веселое будет, конечно же, здесь! Ну и посмотрим! Вообще, теоретически, вот это вот трипла у Virtus.pro посильнее! Да, потому что есть и Шеклшот, есть отличный стан! Да и тут Сын Кинг, в принципе, тоже будет копать, убивать и так далее! А команде М5 для того, чтобы как бы хорошо себя чувствовать, надо действительно левела! Ну вот чем, например, поможет Энигма на первом левеле не особо понятно, да? У Энигмы, кстати, стан был там на первом левеле, да? Поэтому Идалоны появились только на втором! Пришлось соло потусоваться вот здесь где-то, пополучать немножечко экспу вместе с Дреддом! Дредд левел 2! Ну просто стоять возле Нексуса на случай, если того пытается убить! Ну а вы знаете, тут не поможет Нексусу ничего, если он, например, подставится под Шеклшот или под Коп Сын Кинга, в этом, я уверен, на 100%! Так что надо ему быть очень-очень осторожным! Да, 2 фрага, кстати, у НСа в драке мы это не заметили! НС с Дреддом-то начали как игру! Что тот, что тот! НС еще 2 фрага! Дредд 1 фраг после того, как уже с базы появился! Шикарно! Ну и по Крипстату вы видите, что пока Москва 5, конечно, очень-очень неплохи! 16 на 4 уже у Сталиайнера в миде, против него Санта 7-2, то есть в 2 раза даже больше... Не, не больше, конечно, ровно в 2 раза проседает здесь Санта! Ну и Сталиайнер еще и бегает руны, чекает! Кстати, у него нету банки, слава богу! Или он не чекает руны, он непонятно чем здесь занимается, он просто здесь тусуется по линии! Купил себе тапок, рецепт на Маджик Вонт, то есть уже готовый Маджик Вонт вместе со Стиком! Фурион через Блэйдзов Атак! Фурион через Блэйдзов Атак! Такой, как инвокер в миде китайский, да? Хилочка, веточка, Блэйдзов Атак, поехали! Морф протянет 3 ветки и Маджик Стик! Ну и ждем экшен! Треспаунился курьер команды Дайер! Теперь смогут себе Москов 5 что-то поднести! Да, и сразу он полетел в мид, да, вот закупился в него Сталиайнер! Ничего себе не мог принести, понятное дело, не банк! Вот видите, сколько всего тут и Солринги, и тапки, и банки! И вот, и 3 минуты пришлось без этого всего стоять! Поэтому вот на 2-й минуте за руну особо не было у нас замеса! А вот на 4-й должен уже быть! Потому что, ага, Соло уже здесь! Соло будет здесь чекать руну! И... да, и он ее забирает! Это хаста! Кстати, можно ворваться на топ! Пока есть хаста! Действительно, можно ворваться! Потому что Дреддсбек, ну Дреддсбек 2-й, 4-й левел уже унигмет, 2-е идолоны! Здесь 3-й, 3-й, 3-й! Ну, наверное, все же не стоит! 4-й Клапа, 2-й есть скрим, 2-й блинг! Нет даггера, поэтому решили сейчас, опять, что не надо! Хотя Смоук... Смоук все-таки есть! Неужели это будет попытка убить Мидисанту? Скорее всего, да! У Столяйна я должен сетки, конечно же, начать! Вот он, вот она, сеточка! Энигма здесь! Тайт Хантер тоже рядом! Вот он еще гашнул! И это фраг от команды Москофай! И забирать его Столяйна! 4-2! Продолжение следует... Дайя 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 Так что стрим облагать вас не должен. 4-2 счет в пользу команды Moscow 5. Да, Virtus.pro здесь, конечно, свои триплои не дают особо разгуляться Nexus. Но Дрэдисбэк вместе с Соло понимает, что им нечего делать на трипле. Очень вовремя выдвинулись. Так, вот он сон. Сон вот теперь троих. Nexus без вульта пока здесь орет. NS очень сильно просел. NS дает стон. Nexus убивает. NS, скорее всего, конечно, умрет. NS кьюзнув еще стик. Сетка Сталиайнера. NS Тана нету. Понимаешь, что не убьет. И Кьюлинг Спири от Наги Сирены. Размена один в один. Все равно так интересно. Врывали здесь М5. Подставили, конечно, Квапу. На равном месте подставили. Но размена один в один вообще-то на руку, конечно, в ВП. Потому что в Virtus.pro теоретически, конечно, если был бы 6-й левел там Аквапы, да, было бы беда. Или, не дай бог, у Тайда. Но мы уже поняли, да, что кумбить М5 был часто и много. Не так, как, да, как используют некоторые Наги. Опа, NS с диаболиками на Сталиайнера. Просто в соло ворвался. Убить его пока не может. Здесь Тайвип. Он стопит его. И может за застопить. Нет, не хватает. NS чуть-чуть топорами. Попадет ли здесь Санта. Ай, лол. Остается 7 хп. 7 хп остается у Сталиайнера. Немножечко не хватило. Вот NS когда стопил, надо ему было все-таки дать, наверное, тычку одну. Тогда бы убили точно. Ну, кто знал, что надо было дать одну тычку в соло. Тем временем вместе с Дредом поймали и убили Крейзи бай Виндранер. Виндранер бай Крейзи, конечно же. Нексус тем временем, пока вот эта вот вся трипла команды Virtus.pro разбежалась по линиям, получил немножечко времени, чтобы пофармить. Снизу минус седой. Седка здесь от Сталиайнера. Марфа надо сейвить. Перекачка есть пока. Ой, ну что, что он не уязал перекачку. Прыгнул Нексус, убил здесь. Или да, на Сталиайнера проблемы. КСА копает его. Санта тоже здесь. Топоры полетели по Сталиайнеру. Сталиайнер! Да неужели опять уйдет на ЛОХП? Да он опять уходит на ЛОХП и Нексус! Уже убил второго, но Санта он не убьет. Сталиайнер возвращается. Вот кажется, кажется, все правильно делают. Виртуз Прос сейчас подставится под Крэйзи, под Шиклшот или под Пауэршот. И Нексус битый, и Сталиайнер битый. Но ничего не могут сделать. Седой прилетел сюда. Закрывает Санту. Санта пытается развансоваться. Крэйзи получил сетку. Санта ТП аут делает. Санта! Успевает сделать ТП аут. Крэйзи тоже живой. Продолжается экшн. Сюда сделал кто-то из ВП телепорт. Это КСА и... Хорошо! Связали Седого. Столько здесь стояло Крипал. КСА не достал под Копом. И Москов 5 уйдут отсюда без потерь. 8-5. Да, конечно, классный экшн у нас в игре. Но видно, что у Москов 5 то ли им везет больше, то ли правильно они подходят вообще к решению всех проблем. Пока очень-очень даже все неплохо. Соло в миде забрал. Тем временем Тауэр. Это первая вышка в игре, которая у нас упала. 8-5. Счет в пользу команды Москов 5. Девятая минута. НС на Соло нападает. Ультимейт от Бисмастера. НС на. Надо быстренько убивать Энигму и уходить отсюда. Вот убивает. Нага. Отспанула НС. Ну и Далон НС изобреет. Столи Айнер. Доминейтинг. Квапа за КСА. Будет ли погоня? Здесь есть подкоп не 6-го левела. Да. КСА выкапывается. Но здесь и Далон, и Нага. И КСА вряд ли остается в живых. Одна отлично по нему осталась. Песок же у него был. Но он понимал, что не спасет его песок. Ожидал я интересной битвы. Но не ожидал, что действительно настолько будет много экшена. Смотрим деньги. Мы видим, что по деньгам у М5 преимущество уже около 4 тысяч. По XP 4 500. Даже ближе к 5 тысячам уже. Moscow 5 будет забирать сейчас Т1 Тауэр на топе. Энигма. Минус Морф. Снизу. Соло. Вместе с Сидым через Блэк Холл. Я так понимаю. Да. Через Блэк Холл сбирают нас. И Лидана. Это уже 11 на 6. Просто по всей карте Moscow 5 доминировать начинает. Тауэр забрали. Тайд. Отличный ультимейт. По двоим. Здесь Сенкинг. Может копнуть двоих. Нету КСА ульта. Где топорет без мастера. Слип. И будет уходить или будет драться? Нет. Будет уходить им 5. ТП аут в топу. Делает Стали Айнер. Дредд достал ультом. Двух. Но демэджа не хватало. Демэджа немножечко не хватало. Здесь и временем у Соло проблемы. И НС его не прощает. Четвертый фраг для НС. 11-7. 11-7. 18 фрагов за 10 минут нам подарили команды. Два Таура забрали Moscow 5. Но и за счет этого вы видите, что по деньгам они уже до 5000 добрались. По XP точно так же 5000 у них есть. Ну с этого Virtus.pro будет тяжело сделать камбэк. ДД мы видим у Санты Ча есть. У него тапок. Но давайте быстро пройдемся по айтемам. У CSI на Санкинге тапок стик. У Марфа мы видим есть кольцо. Есть тапок тоже. Так, здесь напали. Напали на Санту. Санта альтультовывается в Стали Айнера. Наверное, надо было не Стали Айнера. Еще топоры дал. Стан Санта умирает. Все равно Unstap был уже Нага Сирена. И Марфу надо отсюда уходить. М5 гонят. М5 гонят. Ну, гонятся. М5 гонят. Это я немного неправильно сказал. М5 гонят. Ну что? Та1 Тауэр снизу будут забирать. И заберут же. Стали Айнер на Марфа. Морф есть вейв. Начинает его бить. Морф. Ой, близко улетел. Будет крик. И минус. Очередной делает Нексус. Вот это да, ребят. Та2 Тауэр будет пытаться забрать Москву Флайер. Да и наверное заберут. Тем не менее, фортификация, чтобы не потерять вышку в миде. Потому что каждый Тауэр, конечно, в копилку команды Virtus.pro это плюс. И не хотят им 5 дарить вот эти вот самые плюсы. Энигма, тем временем 1000 до БКБ. Нексус ПТН на хосте 1800 голды. Есть у него цирклетик. Седой Мидас Фейзы. Дредд. Аркан, тапки, стик. Есть Клоака. Виртуз про Амадеус Моцарт или Санта. Но ведь ничего толком у Санты нету. Стоял он в миде. А учитывая, что против него стояла Нага, у которой на данный момент 6-0 и 5 ассистов. ПТ, Виталити Бустер, Робов Маги, Мэджик Вон, Блэйда Фалагрити. Ну вообще все шикарно просто. Виталити Бустер, конечно, взят на ХП. Может быть там на теоретический, на какой-то... Ван Вард потом выходит сюда Стали Айнер, видит Морфа. Просто дает в него сетку. Ну и улетает отсюда, от греха подальше. Хорошо так, сеточка растягивается. Прикольно. Улетает отсюда, от греха подальше. Или да, чтобы его не убили. В миде Нес пытался понапрягать Нексусу. Не совсем это у него получилось. Ну вот, варды, варды, варды. Хоть надо хоть как-то против этих Москов 5 дефиц. Боже, по нигде мы видим, что уже почти до 10 тысяч добрался график. ПКСП тоже близится уже к Чирику. Ну и М5 решили пока забрать Рошанчика. Спокойно. А у кого-то медальон. У кого медальон? Ага, здесь медальон у Седова. Появился. И Морталити у Квапы. Что интересно, не у Наги решили, что Стали Айнера уже и так не запилят. 1270 хп и наличие сна имеется. Ну вот есть все комбы и что это ожидать уже от М5? Где-то какого-то врыва, хотя... Хотя вы видите, что и без комбы пока получается. Все, у команды Москов 5 просто отлично. Так, снизу фармит Иллидан. Ну, действительно, ему надо минут, наверное, еще 35, чтобы хорошо все получилось. Почему в Дота Сторе нет еще билета? Ребят, вы знаете, что... Билет добавится только после апдейта Доты. Дота будет апдейт, насколько я понимаю, сегодня ночью. Должна была, по-моему, вчера ночью... Да ладно, минус НС где-то, я пока смотрел, как здесь фармит на топе. Загулял НС, его приняли. Должна была Дота апдейтаться сегодня ночью, но что-то там пошло у Valve не так. И будет этот апдейт, я так понимаю, в ближайшее время. Сразу же после апдейта уже появится. Я не знаю, кстати, в Дота 2 тест-версии, есть ли билет на... или нет. В миде, тем временем, будет намечаться экшен. Здесь! Что происходит? Тайт, ультанул, зацепил Крэйзи, убил. Зацепил также КСА, и убили. Седой, погоня за кента. Ну, нормально. Блэк Холл не стал давать соло, хоть и юзнул он БКБ. Чтобы, не дай бог, там его как-то не подстанели. Но все равно Москопфайф выигрывает драку 2-0. Это 16 на 7. Есть фортификейшн. Так, тут тем временем, вы смотрите, поймали уже Санту. Почти по третьим Тауэром. Монстр, Килл, Нага, Сирена. Ну и Тауэр в миде забирает просто соло, в соло забирает Тауэр. А здесь Т2 забирает остальные 4 героя команды Москопфайф. Но это будет уже по Тауэрам 6-1, по фрагам 17-7 на 16-й минуте. По деньгам это уже 12-к. А, вот после этого Тауэра будет еще больше. Ну, я не знаю, какое чудо должно произойти для того, чтобы Виртуз Про выиграли этот матч. Ну, кстати, Т2 Тауэр здесь стоит. Так что, пока 5-1. Ну и по-прежнему не забываем, что имеется у Нексуса Эггис. Видим, что у него и до Аганима-то копеек не хватает. Боже, целых 3 боевых в Алакрите летает. Ну, это 2, понятно, Наги и 1. А, ну тут есть уже Аганим у Нексуса. Вот он летит Аганим, а вот они летят Диффуза. То есть, его сейчас, наверное, с Диффузами, с Аганимом. У Тайда нету Рэйвиджес. То есть Блэкхолл и есть Сон. Можно, в принципе, заходить и заканчивать эту игру. Как играет М5, как пишет сейчас в Твиттере товарищ один. Что у команды М5, наверное, в истории никогда не было 5 побед подряд. 7 побед подряд, извините. Ну да, и близки они к тому, чтобы стартануть сезон Старладера с 7 побед подряд. Да, они еще не играли с Na'Vi и ЕГЭ. Так, вот он Суан. Ой, как стоят трое здесь. Здесь надо, правда, Крэйзи, чтобы, ну, не сможет сбить. Просто отличный, считай, тут комбо от команды М5. Ну, был бы еще у Дреда ультимейт. Я думаю, там зацепили бы еще и Виндранер. Но Виндранер и так, вы видите, загнали вместе с Марфом очень далеко. Рошана, второй Тауэр и третий, наверное, все-таки пойдут сейчас убивать М5. Да они как-то безошибочно играют. Вот даже если вспомнить вот этот первый замес на первой секунде. Шикарно. Ну что, Т3 Тауэр падает. Да, появятся через 5 секунд все герои команды Virtus.pro. Понимают они, что там нет ультов. А там уже есть рэвидж. Они сейчас ворваются, но просто Дред даст рэвидж и на это все закончится. Кайсай ульт ни разу таки не вкастовал. Вот он и сейчас не будет кастовывать. Вот он рэвидж по пятерым, от Дреда по четверым. То и стоит делать даблкил. НС тоже умирает. Там бестмастер пытается еще жить, но шансов тут уже нету. НС пишет. ГГБП команда Moscow 5 продолжает просто-напросто жарить, удивлять и поражать абсолютно всех своими играми. Вот это да. Вот это Moscow 5 дают. Джазу. Теперь спрашивается, почему не этот состав Moscow 5 играл на Интернешнале, да? Почему ж так получилось? Потому что, потому что есть Володька у тебя, скажем так. Володька сегодня играть не будет с командой ТР. Зато будет куча других матчей. Ребята, буквально через 15 минут после рекламной паузы между собой сыграют Na'Vi и Team Empire. Игра недели. И действительно очень интересный матч. Старт команды Nato Swinson на Starladder. Na'Vi Empire через 15 минут. Далеко не разбегайтесь. С вами был Вилатка в предыдущих 5 дней. И услышимся мы с вами уже во вторник утром. Мне надо уезжать. Всем пока. Еще раз. Град с Каспереныш. Все будет очень круто. Ну и, наконец, радующий глаз фанатов Moscow 5. Скриншотик. Турнирная таблица. М5 21 очко. 7 побед в 7 матчах. Virtus.pro по-прежнему 4. 3 победы. 3 поражения. Ну что. Всем еще раз пока. Повторяю вам, что я покидаю вас буквально на 3 денька. Вернусь очень скоро. Каждый день по несколько матчей по-прежнему будут играться. Старлад рекоментировать их для вас. Будет Матрикс. И услышимся в прямом эфире очень-очень скоро. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok